Если вы молоды и вы хотите быть журналистом и работать в модной индустрии, нет лучшего пути, чем завести свой блог. Если вы будете делать что-то оригинальное, вас обязательно заметят. Когда этой осенью на показе всемогущих итальянцев Дольче и Габбана в первом ряду возле Анны Винтур мы обнаружили не именитых критиков, а простых блогеров, то моментально сделали вывод – мир моды на пороге серьезных изменений. Еще каких-то 2-3 сезона назад никто из сильных мира моды и слышать не хотел про ребят из интернета. Сегодня же им с радостью освобождают места во фронт-рум. Что же изменилось за такой короткий промежуток времени? Я помню, еще как год назад блогеров не приглашали на показы. И этот вопрос никогда не обсуждался. Сегодня же все кардинально по-другому. У людей появилась огромная жажда знаний, и им недостаточно только профессиональных сайтов. Их интересует живая точка зрения. Блогер Бум достиг своего апогея именно в уходящем 2009 году. Чего только стоит массовая истерия вокруг 13-летней девочки из Чикаго Тави. Школьница ведет собственный блог чуть больше года. И каждый месяц его просматривает полтора миллиона человек. Такая популярность некогда обычной школьницы привела к тому, что теперь она наравне с профессиональными журналистами пишет статьи в Harper's Bazaar и на сайт журнала Pop. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Но я не уверена, что свяжу с этим свою жизнь. Даже если моя будущая профессия и не будет связана с модой, это не значит, что я не должна получать выгоду из тех возможностей, которые мне даны сегодня. В этом году блогеры были самым привилегированным сословием модной индустрии. Их приглашали в качестве почетных гостей на самые важные события. Им заказывали съемки рекламных кампаний, фотосессий. Им посвящали свои изделия дизайнеры. Да и заканчивают год блогеры весьма плодовито. Скотт Шуман, известный как сорториалист, вовсю ведет переговоры с телеканалами о запуске собственного телешоу. А 23-летний филиппинец Брайан Бой недавно вернулся из Москвы, где был почетным гостем показов российских дизайнеров. Гарантс Дорежи недавно наняла себе менеджера. По ее словам, она уже не в состоянии самостоятельно справиться с количеством предложений, которые ей поступали. Так что в этом году стало очевидно. Если раньше, чтобы добиться успеха фэшн-индустрии, нужно было годами обвивать пороги модных журналов, теперь достаточно просто завести блог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok